добрый день добрый день соскучились это вопрос я очень ждала встречи некогда было выйти по традиции как всегда чтоб сильно не надоело один раз в месяц да на мой взгляд самая любимая самая интересная трогательная впечатлительная рубрика заряжающая да тот мне подсказывают откровенно со мной с поповой жанны юрьевны до собираемся собираемся мои дорогие всем добрый 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 день добрый вечер у кого доброе утро подождем сейчас вас всех сегодня у нас будет необычный эфир сегодня моя пациентка согласилась это будет впервые на нашей с вами рубрики быть не за кадром а в кадре собираемся да чтобы потом не рассказывать вот только что закончила рабочий день осталось здесь чтобы побеседовать с вами поделиться с вами но необычными историями которые в принципе всегда и бывают у нас с вами да что все здесь и сейчас добрый вечер мои дорогие и мы начинаем и хочу вас познакомить с моей пациенткой зовут ее алена она разрешила обращаться к ней без отчества она будет сейчас рассказывать всю свою историю я потом дополню вы просили об этой встрече если кто помнит и начинаем аленушка и так моя алена моя пациентка моей пациенткой алена была в каком году мы познакомились первый раз 2010 2010 году с история давняя да здравствуйте да 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 я давние но я надеюсь будет обнадеживающий заряжающий поддерживающий дающий надежду желание и стремление двигаться целям к мечтам как у многих женщин одна из целей в жизни стать счастливой мамой родив 1 2 3 кому сколько да будет их знали в лицо да возможно кто-то с нами когда-то встречался лично кто-то с нами с нами у нас будет очень необычный сегодня эфир поэтому вы не главное не уходите вы будьте до конца эфира вас ждет много интересного такого чего у нас не было да извинили ну и сейчас да то есть мы знакомим с чего все началось то есть сколько вот на сегодняшний день билет ален на сегодня кстати не тогда вы можете поздравить прошедшего с одного часа 7-го числа с днём рождения прошедшего да спасибо жена юрьевна 41 на текущий момент мама и я счастливой мамой счастливее благодаря же я являюсь уже почти девять лет вот ну а сейчас наверное перейдем к самому интересному моменту да и мы начнем с историю они посадили он и живут с историка что потому что не все знают мы сейчас скажем да что мы сейчас вещаем эфир не только на новосибирск на всю страну на мир а вот есть много подписчиц подписчиков поэтому мы начинаем всем добрый вечер всем привет и так история до встречи жанна юрьевна тоже была достаточно длинная не всегда успешные в некоторых местах огорчающие меня то есть достаточно давно давно я встретила своего будущего мужа и желание какой-либо и женщины возникло иметь любимого человека ребенка сколько лет вы познакомились сколько лет было тебе когда вы познакомились забежим вперед а счастливой мама я стала в 32 до года то есть история очень длительная одни каких отношений как бы но это вот не столько тонкостей но жизнь шла а счастливого наступление материнства к сожалению никак не наступала со временем пришла ощущение что надо как-то помочь себе в решении данные как бы уже как бы достижение этой цели как я думаю у многих подписчиц достаточно длительная история общения с врачами поиска причины как бы поиска в себе поиски причины в партнере с преодолением естественно мужского мнения о том что с ними это все всегда в порядке специфика мужчины в том что они вольнейшей степени считают что у них все благополучно естественно как бы есть пары где есть отдельно мужской фактор если отдельно женский есть где-то проблемы решаемые или нерешаемые совместное да вот есть где-то вот проблемы обоих партнеров в нашей ситуации искали естественно как бы по классической схеме начали ищем женщине сложности да были проблемы андрогенитального плана синдром был поставлен в 2005 году и вот потихонечку пытались решить проблемы небольшими там подвижками и лекарственной поддержкой да то есть там вот несколько лет двигались к решению этой проблемы общались одним доктором потом поняли что как-то вот результат не наступает сменили доктора с другим доктором также вот двигались год-два как-то вот к достижению цели мысль естественно не покидает цели идешь движешься где-то отчаиваешься где-то преодолеваешь где-то чуть-чуть останавливаешься но цель есть и к ней нужно обязательно двигаться и тоже двигались к цели к счастливой семье с детьми сколько на тот момент было мужу лет муж у нас мужчина взрослый до мужчина на взрослые у нас серьезная разница в возрасте и поэтому как бы со временем все-таки было выставлено как бы проблемы не только женская то есть не только моя но и пришли к выводу что супруга тоже есть проблемы именно к вопрос качеству спирмы да и тоже не спеша как бы с этой проблемой тоже постепенно разбирались в 2009 году наступает неожиданная первая долгожданнейшая беременность эмоции несказанные ощущение в рантан она фактически спонтанная при старательном снижении у нас было на фоне повышенного кортизола принималась у нас тогда диксаметазон для снижения уровня кортизола и парлактин а и вот на фоне стабилизации уровня этих коронов наступает спонтанная беременность долгожданнейшие счастье эмоции неимовернейшие ощущение желания там все все остальное ушло там на 150 уровень даже ненужности да то есть ощущение безмерного счастья через некоторое время буквально на сроке 5-6 недель выясняется что ситуация наступает с замерзшей беременности естественно на каком сроке произошла за 5-6 недель по узи было поставлено до 2 недели полного неприятия этой ситуации там уже врачи уже встали на уши что надо как-то решать ну то есть и проводится удаление несостоявшей беременности видели в полости плодное яйцо видели эмбрион не было сердцебиения но не было сердцебиение не было сердцебиение что для меня вот было вот просто концом света просто полный конец света год просто собирание себя по кусочкам попытки понять в чем дело что что было не так это не только вот походы по узи это не только походы по гинекологам даже честно признаюсь это были походы к психологу потому что он просто полное неприятие ситуации пережить ее надо было ну как 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 классический американский вот эти вот пройти все пять стадий да там принятия отрицания все 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 этой ситуации к лету 2010 года я вроде бы обратно собралась в комочек вроде бы все настроилась на слово на жизнь и встречаем жанну юрьевну и это был десятый где-то так там где-то десятый год и вот здесь вот я как-то в очередной раз меняю доктора и прихожу к жанне юрьевне вот приходим в жанне юрьевне и ну здесь у нас стандартно опять все обследование понять причину снять все гормональные напряжения что не нужно снизить что нужно поднять у нас там все время 17 оксеников не хотел расти жанночка и напоминает вот 10-11 год тишина никаких признаков того что у нас какие-то благополучные циклы там же бесконечная у нас фолликулогенезы оценка состояния яичников ну как всегда то есть все вот эти вот у нас фолликулометрии ежемесячные как как на работу как на работу в кабинет в зее каждый цикл вот в одиннадцатом году постепенно приходим к мысли что нужно прежде чем запланировать благополучную беременность провести дополнительно на тот момент провели в мае 2011 года гссг я считаю что очень в моем случае полезная была процедура в плане того что как бы очистка полости матки промывание маточных труб в качестве улучшения проходимости для яйцеклеток да то есть как бы и подготовка полости матки для дальнейшей беременности это было в май в мае 2011 года да да далее мы там проводим также поддержку мужчины для улучшения качества спермограммы тоже по возможности контроль спермограммы что он для мужчин крайне всегда стресса стрессовый фактор вот и концу года мы начали обсуждать вариант проведения инсиминации концу 11 года концу 11 года моя тихая такая информация о том что вот на новый год на новый год все 17 которые выполнялись в репродуктивном отделении цен и мтв вот почему-то они так удачные и мне вот прям очень хотелось попасть в это же счастливая там пусть об этом обычно очень ограниченное количество людей потому что это проводится ограниченное количество процедур у нас равно же то вот мне хотелось попасть в эту счастливую пятерку шестерку до Под Рождество и Новый год, чтобы забеременеть и уже Новый год встречать в состоянии возможной беременности. Соответственно, в конце ноября мы проводили контроль, фолликлометрию, и у нас подготовка была, насколько я помню, метипредом, да, Женочка Юрьевна? По-моему, да. Это время прошло уже... Да, поскольку история достаточно... Да, давняя, да. Сейчас мы будем вспоминать, да. Да, да. Это то, что помнит Алена. Да. Проводили мы подготовку метипредом, цикл был конец ноября, начало декабря. Или нет? Да, 14 декабря, вот я же могу сказать. 14 декабря были, да, у нас крайние... 14 декабря были месячные 11 года. Проводили метипредом стимуляцию, и мы... Нет, стимуляцию нет, это менопор. Менопор там, да, у нас. То есть я сейчас маленечко возьму на себя, да, ту миссию как раз вот как бы у нас шло и началось, вернее. То есть 14 декабря 11 года были... Первый день был последних месячных, первый день, вернее, месячных был у Алены. И мы, подготовив, то есть Алену, супруга, мы зашли на стимуляцию, естественно, с инсеминацией. Так как стимуляции ранее же не было, да? Нет, это вот у нас был первый. Это первая была стимуляция. Вот, то есть стимуляция у нас была, дозы были небольшие, по-моему, чуть ли не 75, да, мы зашли? Да, да, да. То есть был менопор, менопор 75, и, то есть с учетом того, что мы проводили, естественно, это все под контролем ультразвукового исследования, да, то есть мы видели, как у нас росло, по-моему, три фолликула. Три, да, один, четыре. То есть три фолликула, вот, далее, значит, три фолликула у нас так и выросли, потом подтянулся у нас четвертый фолликул, четвертый фолликул, и, как сейчас я помню, у нас инсеминация была проведена 29 декабря, если мне не изменяет память, да? Да, 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 да. Придя на инсеминацию, Алена, Алена, какие были вообще ощущения? То есть она пришла на инсеминацию, у нее было четыре фолликула, два фолликула было в левом яичнике и два фолликула в правом яичнике. Я помню эту картину как вчерашний день. Вот, какие были ощущения, когда ты пришла, вот, ну, во время, какие были вообще, какое было состояние, когда была стимуляция, что ты испытывала, были какие-то изменения, как ты готовилась к инсеминации, что-то, может быть, какой-то внутренний голос тебе что-то подсказывал, что ты чувствовала, вот так? Волнение, во-первых, волнение. Волнение когда было? Волнение в день проведения инсеминации самой, плюс, кто, возможно, проходил это исследование, все знают, что вначале подписываешь документы по согласию, да, в проведении данной манипуляции. Ну, соответственно, читаем побочные эффекты, беременность может не наступить, беременность может наступить, возможно, многоплодная беременность. Беременность может не маточной. Да, считаю, многоплодная, думаю, какая интересная мысль, вот, если бы двойни, вообще было бы, вот, просто замечательно, вот, был бы такой выход, прям сразу раз и два. Ну, я как-то так вот с этой мыслью подписываю бумаги, естественно, проходим в кабинет и, значит, ожидаем докторов, которые, как бы, проводят подготовку. Эмбриологов мы ждали. Эмбриологов, да. И в тот же день у нас была поддержка моральная заведующая отделения на тот момент, да, да, да. Татьяна Викторовна Овтяниковой, вот, которая тоже... Пришла поддержать. А почему поддержать, потому что я помню, как ясный день, когда эмбриолог, кстати, кто был эмбриолог? Котов Антон был. Точно, по-моему, был Антон. Да. Он сейчас работает в Омске. Если у нас сейчас Антон Евгеньевич, по-моему, я не путаю, да? Антоша большой привет, если ты нас смотришь. Когда он сообщил и говорит, Жанна Юрьевна, спермограмма, я помню цифры. Я не помню морфологию, но я помню цифры. Концентрация была 142 миллиона. Концентрация, то есть вот именно момент обработки. Подвижность была 1%. Представляете? У меня, конечно, вообще сразу мир перевернулся. Праздник на носу. Мы вырастили такой прекрасный эндометрий соленый, да? Мы получили 4 фолликула на дозе 75, обращаю внимание. Вот, то есть все, у всех праздник. Алена счастливая. Я помню, когда она зашла в операционную и говорит, вернее, она легла. Антон сообщает, да, то есть, естественно, такую весть, то есть с одним процентом подвижных сперматозоидов. После обработки уже, после обработки. Естественно, я сообщаю об этом Алене и говорю, Алена, ты понимаешь, все, конечно, хорошо, концентрация такова, но подвижность всего 1%. И тут я помню, когда рассказала анекдот Татьяна Викторовна, да? Она сказала, что типа того, что про пожилого сперматозоида, по-моему, или про хромового сперматозоида, что-то такое, да? Ну, естественно, мы приняли решение, поставив в известность пациентку, вернее, о том, что, конечно, шанс здесь получения беременности, он очень минимальный, с учетом 1% подвижных сперматозоидов после уже обработки. Естественно, я видела, как Алена расстроилась, у нее даже потекли слезы, я это помню, потому что операционная у нас еще была там, где сейчас эмбриологическая. В маленькой такой операционной стоял этот стол, где она лежала, и я вижу, что она плачет. Естественно, мне стало настолько жаль, потому что действительно было уложено полностью все, вся душа, все сердце в то, чтобы она взяла и забеременела. И было принято решение провести инсиминацию. Ну, с напутствием, что нам бы хоть бы один добежал. Да, нам бы главное, что хоть один добежал, да, сперматозоид, так как был 1%. Алена, что на тот момент ты испытывала? Нет, ну серьезно, вот что вообще мелькнуло в голове, когда ты услышала, что я тебе сообщила, 1% подвижных? Ничего, вот честно скажу, такая вот какая-то пустота. Пустота и, можно сказать, какое-то некое принятие ситуации. То есть, ну как вот, отпустил и вот как оно будет, да. Потому что заранее, естественно, результат был неизвестен. Это же не, как бы, не эко, которое когда оплодотворенная клетка подсаживается, хоть какой-то, да. Здесь вот просто... Но мы дошли, мы сразу предупредили, почему я еще Алену сразу поставила в известность, что, естественно, мы понимаем, да, так как у нас хоть и выросло 4 фолликула, я сразу объяснила пациенту о том, что не все они могут сувулировать, это первое. Второе, не каждый фолликул будет содержать яйцеклетку. И, опять же, учитывая такой показатель спермограммы, спермограммы, то есть это, соответственно, естественно, еще раз обращаю внимание, после обработки при нижней границе 32% подвижных, да, вот, мы получили 1% подвижных сперматозоидов. Но концентрация была 142 миллиона, при нижней 15. Я не помню, какая была морфология, хоть честно, вот хоть убейте. Но, но, вот, естественно, поэтому, конечно, мы все подрастроились, все подрастроились, вот, но проведя, проведя инсеминацию, мы потом встретились на контроль, да, уже фолликулометрии, то есть мы оценили, какое количество желтых тел было у нас, потому что 4 фолликула, нам нужно было знать, сколько из них сувулирует, вот, сколько мы получим желтых тел, сколько мы можем ожидать, ну, предполагаемых плодных и из. Да, да, да. И когда, по-моему, пришла Алена, когда там, после уже Нового года, по-моему, да, мы смотрелись? После Нового года смотрелись, да. То есть 29 декабря, еще раз, была инсеминация, прям вот в преддверии Нового года. Анализ, как бы, чем мы назначили, на какое число с тобой? Ой, там мы, по-моему, если не ошибаюсь, уже после... Перед старым Новым годом, да? Да, перед 10, ну, с учетом, да, всех этих ожиданий и событий, как бы, да. Ну, тут я сделаю маленькое, не медицинское отступление, поскольку вот эта ситуация научилась загадывать желания правильно. Вот, которая случилась? Да, да. Именно в момент? Да. Или когда подписывала? Когда я... Нет, бумаги подписаны, подписаны, а я про то, что это же делалось под Новый год, да, как бы и все мы желания в Новый год же загадываем, правильно? И долгие годы, до 2012 года, я загадывала, чтобы у меня был ребенок. А в момент наступления 2012 года я кардинально изменила желание. Пожелание. Пожелание. И было сделано, возможно, не совсем точное желание, да, но оно было сформулировано следовательно, в общем, что в следующем году мы станем родителями. О, как здорово-то. Ну, я не уточнила. Вот как нужно менять-то. Вот как нужно перезагружаться. Все остальное, да. Да, я не уточнила. Сделала была перезагрузка, как я вам всегда говорю. Нужно уметь перезагружаться. Перезагрузка, да. Вот. Мы перезагрузили желание. И, естественно, в любом случае с диким трепетом ожидали результаты ХГЧ. Но, как многие женщины. То есть начала уже, да? Нетерпеливая, нет, конечно. Вот они лежат в сумочке, полосочки счастливые. Счастливые полосочки. А, ты принесла? Да. Ну, доставайте уже. Да, да. Принесла. Я не знала о том, что она делала тесты. Нет, серьезно, на полусерьезе. Я принесла. Да, я вам говорю, что у нас эфир сегодня будет такой прям. То есть он будет необычный. Необычный. Во-первых, впервые в эфире у нас, да? Не за кадром, а в кадре модель. А вот, ну, еще дальше вас ждет сюрприз. Да, да, да. Ага, так. Ну, показывай немножко. Значит, да. Тут все подписано, покажи, как ты подписала. Конечно, я женщина тренированная. Муж научный сотрудник, я женщина тренированная. Тест от 10 числа. Покажи. 10 января. Видно? Дайте знать, пожалуйста. Счастливые полосочки, да? Счастливые полосочки, конечно. 10 января. 10 января. По циклу 28 день цикла. А мы сделали инсеминацию 29 декабря. У нас это получается, там, исходя из... Ну, там, день цикла сейчас не посчитаем. Вот. Так что там было-то, покажи. Ну, они были волосатые уже. А, были. Он был уже полосатый. А, покажи, покажи. Да, он уже был счастливо полосатый. Видите? Да. Всем видно. Он был счастливо полосатый. Ага, так. Что было в душе на тот момент? Утром был сделан тест? Да, конечно. Нет, вот всё как по правилам. Всё это. Встала, да? Ну, как проснулась. Как говорили, мой муж макнула. Макнула так. И предъявила будущему счастливому папе... Утром? Да. Счастливые полосочки. И что спал? Да, боже, я уже и не помню. Не, ну, обычно, когда тесты делать, мне кажется, все женщины делают это одно. Утром встал втихаря от мужа, да? Быстрее посмотрел. Быстрее посмотрел. Да, ну, то есть посчитать. А потом вот так вот, да? Да, смотри. Уже смотри. Да, да. То есть это 28-й день цикла. То есть мы, как бы, тут какой шанс-то? То есть 28-й число, день цикла. То есть ещё о чём речь-то, как бы, оно полосить не может. Ага. А не полосочки. Естественно, судорожное терпение двое суток, потому что... Так, ну надо было же... Люди грамотные знают, что природские ключи, каждые, да, два. А вдруг ошибка, правда? Да, 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 ну, конечно. Через два дня, 12-го проверяем. 12-го января. 12-го января, 30-й день цикла. Показываем, показываем, что это 13-й. 30-й, да, 30-й день цикла. А, божечки, они опять полосят. Они опять полосят, да? Так, они снова полосят. Ну, покажи, Ленушку. Да, 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 да. Ну, что, интересно же всё-таки. Нет, да. Материально это всё хранится, да. Вот, они есть. То есть всё здесь уже как бы сомнений особых нет, но... А дальше включается испуг, а не повторится ситуация 2009-го года, когда, да, вот это вот... Да, что это была замеша, да? Да, то есть вот это вот, да, естественно, начинается. Но... Мама моя, тут целая бабка, вы даже не поверите. Здесь всё задокументировано. Ага, давай покажи. Значит, у нас первые ХГЧ сдавали мы... Ага. 17-го января, то есть получается после 12-го. Так, подожди, стоп, ну ХГЧ же был назначен гораздо раньше, разве он не был сдан у нас? Нет. Нет? То есть были только тесты? А, вот 13-го. Я же говорю, что... 13-го, Жанн, вот тут память у человека. Ну, что вы, я же говорю, если я говорю, что я помню, значит, я помню. В таких руках беременеть не страшно. Нет, это было заодно под Старый Новый год. Вот я точно помню, это было либо Рождество, либо Старый Новый год. Да, 13-е января, пред Новый год, очередной, да, получается, и у нас, получается, первые цифры. Итак, первые цифры всем видны, то есть 13-е января 2012-го года ХГЧ был 987. Обращаю ваше внимание, 987. Так, дальше. Мониторим. Мониторим мы у нас получили. Далее сдает, сообщена была весть мне-то когда, о том, что у нас наступила беременность. Сразу? Ну, сразу после цифр, мне кажется. После цифр, да? После цифр, да. Далее, смотрите, 17-е января, 17-е января, вот видно, да? Уже ХГЧ был 4900 единиц. 4900, считай, 5000. То есть это через 4 дня. Ну, мы, естественно, когда начали смотреться-то? УЗИ, 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 ищу, ищу, Жанна Юрьевна, ищу. Ищу, да, еще УЗИ. Естественно, вы не представляете, какой восторг, счастье было вообще в душе переполнено, потому что все растет. Мы, по-моему, я помню, как я зашла в кабинет УЗИ, да? Ну, да, на тот момент прокомментируем, что, да, мы были, да, сотрудниками ЦНВТ сами. Да, Лена была сотрудником нашего центра. Представляете, какая у меня была ответственность. Как? Нет, она, конечно, к любой из вас ответственность. Но когда еще и сотрудник центра, это УЗИ? Ох, это еще и моей рукой написано. Это, получается, у нас цифры и... Дальше, обращаем внимание, что 17 января был 4 900, а 24 января уже было 50 900 ХГЧ. 50 900, то есть практически 51 тысяча ХГЧ уже была... Что всех насторожило. Все всех насторожило. Мы же знаем, что мы... Нет, мы отсмотрели тогда овуляцию, да, Лена? Мы отсмотрели овуляцию, естественно, мы увидели, что у нас... Предполагается, три... Савулировало три фолликула. Да, три савулировало, а один еще не... Один что-то там думал, и мы на него не обращали внимания, как бы... Да, еще он у нас еще был в состоянии именно фолликула шампанского в студию. Вот, вот это тот вариант именно, когда шампанское в студию, да. И УЗИ. И вот она, счастливая наша справка первая. Да, и первая наша справочка написана лично моим почерком, кто не знает, потому что в тот момент, в то время, вернее, у нас не было медиалога, у нас мы писали все вручную. Гинекологи. Гинекологи. Да, да, гинекологи. УЗИ-сты работали уже в медиалоге. Разве? Да. Ну, ладно, хорошо. Мы прожили это отделение. Так вот. Подразделение. И вот написано, собственно, ручно, моей рукой, я потом это выложу обязательно. Да, с разрешения Алены? Да. И пишу. Значит, пациентка. Отсмотрена 24 января 2012 года. В полости матки лацируется. Все сидите. Вот уже угадали. Три плодных яйца. Три плодных яйца. Средний диаметр плодного яйца номер один 13 миллиметров, что соответствует пяти неделям, шести дням. Желточный мешочек описан. Шестерцебиение плюс. КТР, КТР. И мы уже видели КТР. То есть копчик и теменной размер, это не что иное, сам эмбриошек. И он был, пишу, внимание, номер один КТР, он был на тот момент 1,96 миллиметра. И пишу сердцебиение плюс. Средний плодное яйцо номер два. Плодное яйцо номер два. Оно было 12,3 миллиметра. Вы чувствуете? Первое 12,9. Второе 12,3. Оно соответствовало на тот момент 5 недель 5 дней. То есть первое 5,6. Второе 5,5. КТР. Слушай, я вообще даже не вижу. Видишь, это моя рука? Все вами, все вами написано. КТР номер два. Одна целая двадцать семь сотых миллиметра. Вы представляете? О, господи, боже мой, даже полутора миллиметров нету. Сердцебиение плюс. Крохотулечки. И средний диаметр плодного яйца, плодное яйцо, 11,9 миллиметра. Номер три. Номер три, да, 11,9. То есть они практически все по 12 миллиметров были. Я имею в виду плодные яйца. Аккуратненько. На пять недель, на пять недель, пять дней. Желточный, соответственно. И КТР, то есть эмбриончик, третий был 1,7 миллиметра. Сердцебиение положительное. Боже мой, вы не представляете честно. Я помню это время. Алена, дашь, я подстатографирую. Хорошо. Я помню это время, честно. Когда я поставила датчик, и вы не представляете, у меня были вот такие глаза. Вот мои очки и очки Алены, если сейчас все вместе сложить, это вообще ни о чем. Я когда поставила датчик, я сначала увидела два плодных яйца. Помнишь, да? И говорю, Алена, у нас двойня. Она лежит и говорит, как двойня? Ну, естественно, я, то есть поворачиваю, то есть сделаю визуализацию, чтобы оценить действительно, что и как. И когда я нахожу третье плодное яйцо, у меня реально были вот такие вот глаза. Видимо, Алена, глядя на меня, она понимает, что у меня слов нет, кроме глаз. Она говорит, что там такое? Жанна ее накричит, не убивай меня, Алена, их там трое. Да-да-да, я просто была в шоке. Вот. Но на тот момент, но на тот момент мы, естественно, оценили, что, естественно, в яичниках-то четвертый доовулировал фолликул-то. И я говорю, Алене, Алена, я сейчас даже, вот у меня мураши по коже бегут, и говорю, Алена, ты знаешь, я говорю, даже что-то побаиваюсь, потому что через неделю, говорю, мы четко будем понимать. Ты, по-моему, даже спросила, да, Ален? Да. А нет там другого, да? Нет. Нет, я не спрашивала. В тот момент у меня мысли не было, мне надо было принять эту ситуацию, что их три. Да, вот, и я приглашаю Алену на контроль на УЗИ ровно через неделю. Два четвертого, да, через неделю ровно. Через неделю. У нас здесь даже фотография, по-моему, да, Ален? Это что-то другое. А это не я уже делала УЗИ, это делала Оксана Николаевна уже. То есть пошла Алена к Оксане Николаевне, да, потому что, ну, у нас это раз три, подтянулись, надо было посмотреть. И вот УЗИ от 31 января, 31 января 12 года, где четко описано, что в полости матки определяется четыре плодных яйца. Та-дам! Два плодных яйца расположены ближе к внутреннему зеву, два плодных яйца, они располагаются ближе к дну. И на тот момент все четыре плодных яйца, в них в каждом находилось четыре эмбриона, развивающиеся, соответствующие своему сроку, и у каждого было сердцебиение. И выставлен был диагноз, признаки многоплодной беременности шесть-семь недель. На тот момент меня, конечно, ну, реально шарахнул инфаркт. По-другому я даже сказать не могу. Слов не было. Слов счастья, да. Слов того, что я понимала, что Алене нужно будет это вынашивать. И когда Алена, я думаю, узнала про четверню. Да, Алена? Что было в твоей душе? Расскажи теперь, пожалуйста. Вернее, что было у тебя вообще? Что происходило в твоем внутреннем мире вообще? В твоем сознании, в твоем подсознании? Во-первых, конечно же, шок. В первую очередь, шок. То есть мне надо было неделю привыкнуть к ситуации, что их там три. Загадывать правильное желание. Да, 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 правильно желание загадывать. Ну, оговаривать цифру тоже важно. Теперь я тоже понимаю. Так, и все-таки, какие были вообще? Страх был? Страх был, но... Прямо сразу, да, появился? Был. Честно. Пометуя все. У меня был страх, честно. Я понимала, я давала себе счет. Вот, но поскольку я уже практически два года отработала в УЗИ, я точно так же видела, как приходят мамочки за своим счастьем, как кого-то огорчают, какие проблемы бывают у беременных с плодами. То есть я... мне было еще тяжелее, потому что я знала всю эту... все эти тонкости, что нужно важно посмотреть при УЗИ, что нужно проконтролировать. Все ли они еще доживают, правильно? Вот, я все это прекрасно знала. И зная это, уровень страха был... Меньший. Был, с одной стороны, меньше, с другой стороны, я знала, что, зачем может быть. Ситуацию, допустим, что кто-то замрет, пережив предыдущую замешивую беременность, я уже могла. Но включился режим такой. Мне нужно их выносить и родить. И включился следующий режим. Мне нужно прожить каждый день, и чтобы с ними все было нормально. Я ложилась с мыслью, что ребята, сердца четыре бьются, и мы проживаем сегодня день. Утро, обед, вечер, ночь. И вот просто проживался каждый день. Просто день за днем. День прошел, слава богу, я не в больнице, со мной все хорошо, сердцебиение есть. Сколько было выполнено УЗИ, мы не обсуждаем, потому что каждые две недели меня отрясло, что они замерли. Я мчалась, муж садил меня в машину, вез на УЗИ, доктора оставили датчик, проверяли сердцебиение, говорили, Алена, все нормально, у всех четверых бьются сердца, все хорошо. Коррекция была вашего супруга. Я тоже, да, я хотела сказать, Алена, что чувствовал муж вообще? Муж, поскольку мужчина взрослый, он живет по принципу, что своих мы не бросаем. И сколько у нас детей будет, столько мы и рожаем. Сколько их родится, столько детей мы и любим. Поскольку, с одной стороны, казалось желание, что все время это мое желание. Здесь, наконец-то, у моего мужа включился папа. Да, да. Инстинкт папы включился. И самое главное, понимаете, я всегда, я помню, как я Алене говорила, Ален, подожди, произойдет, естественно, отбор. Может быть, кто-то, ну, опять же, мы понимаем, естественно, да, что, может быть, конечно, четыре и будет расти, развиваться. Вот. Может быть, кто-то действительно природа выберет самого сильного, кто-то более слабый подотстанет. Но когда Алена ходила каждый раз на УЗИ, мы всегда понимали, что там все растет, там все развивается, и никто отставать не собирается. Так было, Ален? Да. Да. И потом? Ну, дальше там же надо было собираться мне. Да, да, стал вопрос о том, что я предложила Алене провести редукцию. Редукцию, то есть оставить, мы предлагали, по-моему, двух, да, Ален? Вот. Сейчас мы ответим. Был серьезный совет. Был серьезный консилиум собран. То есть мы пригласили Алену на этот консилиум, потому что вопрос стоял очень серьезный. Четверня, риски очень высокие. Но Алена не слышала никого. Она стояла на своем. Я это прям помню. Еще думаю, ну надо же, какая упертая. Просто упертая. Она сказала, даже... Овен. Овен. Что сделаешь? Овен, да? Асла, я даже слышать не хочу. Никакой редукции я делать не буду. И ей предлагалась редукция. Мне кажется, она до самых родов, да, Алена? Ну, не до самых родов. Нет, я имею в виду до 14 недель. До тех сроков, до которых это возможно. До 14 недель. То есть мы говорили, что... Вот. И потом тогда уже... Ага, Алена, расскажи дальше. Ну, поскольку достаточно мощная поддержка была и от моих родителей, и от врачей, у которых я наблюдалась. Да, на беременную, по учету состояла по беременности, да? Да, здесь вот уже у заведующей деления, как у Татьяны Викторовны, овсяненькой, огромное человеческое, огромное спасибо. Вот. За ту поддержку, за тот контроль, за те вовремя проведенные обследования, необходимые госпитализации, поскольку шейка матки оказалась, к сожалению, не столь состоятельна, как нам бы хотелось. Укорочена была. Да, нагрузка, потому что все-таки достаточно большая на полость матки при таком... Памятник, точно. Я так сказала, что памятник будет и ей, и мне. Ну, ей это в первую очередь, ее мужу. Вот. И ставили писарий, писарий тоже не выдержал. Да, да, да. Мы проводили... Кольцо. Писарий – это кольцо. Да, кольцо, удерживающее шейку матки, да. Да, поскольку кольцо тоже не потянуло всю эту ситуацию, проводили наложение швов и установка обратно поддерживающего писария. Да. И... И швы были наложены, Ален? Да. То есть поставили писарий, наложили кольцо... Ой, извините, господи, швы, 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 простите. Нет, наложили швы и поставили писарий обратно. Вот. Золотые руки с... Господи, доктора из ЦКБ. Вот. И всю беременность лежим. Ребята, вот правда, лежим, лежим, лежим и лежим. 30 минут в день погулять – это было за счастье, при условии, что надо очень не спеша, как хрустальная ваза, спуститься с третьего этажа, погулять полчасика и вернуться обратно на диван. Жанна, Юль, этот диван до сих пор жив. Да? Алена, скажи, вот когда ты начала чувствовать шевеление? Вообще, что вообще было? Ну, я как мама двух детей, я понимаю, когда один тебя вот толкает, пинает, а когда он начинает расти, эти толчки становятся, а там было четверо, вы представляете? Первое шевеление как-то очень странное, то есть я так и не поняла. Хотя там как вот этот волшебный эффект бабочек в животе, не знаю, нет. Рыбка. Рыбка. В аквариуме. Рыбка в аквариуме, да. Да, вот когда ребятишки уже подросли, по вечерам начинались, как у меня муж шутил, о, начались плавицкие пляски. 22.00. Жизнь началась. Да. Что такое печень, я забыла в 7 недель. На ней благополучно расположился один из ребятишек. Вот, поэтому как бы в 10 вечера начинались пляски, начинались такие бурные движения в животе, живот ходил ходуном, не уверена, сохранилось ли видео с тех моментов, да, не уверена. Вот, но вот эти ощущения пяточек в животе. Нет, ну их было 8 пяток. 8 пяток. Ручки, это, конечно, голова. Алена, какого диаметра был живот? Я помню этот живот, вы даже не представляете. У меня глаза были всё больше и больше, вы даже не представляете. Я вообще... Нет, а вот тут уточняю, четверо, четверо, в итоге у нас четверня, четверня, благополучная, счастлива, всё замечательно. Так вот, когда я видела Алёнин живот, у меня голова, вот честно верите, мне хотелось приложить сюда лёд и думаю... Нет, ну она, она, она вообще шла вперёд, то есть она была на своей волне, она не слышала никого вообще, да, Алёночка? Важен был результат. Да, нет, я не к тому, я просто говорю, что ты была большая молодец. Ты в бандажи ходила? Да. Бандаж носила, да? Да, носила. Ну, когда выходишь куда-то, то без бандажа нет, это очень тяжело. Так, Алёна, и когда вот уже ты сделала первый скрининг, ты услышала, там фотографии вижу, да? Да, да. Волшебный Аркадий Виленович Макагон, кто не знает, обязательно поинтересуйтесь, волшебный доктор. Он у нас работал. Да, да, сейчас Алицена. Вот. Ты пошла к нему на скрининги, да? Да, все скрининги только у него, потому что специалистов лучшего по многоплодной беременности нет ни в Новосибирске, ни в Москве, ни за Уралом. Он единственный, честно. Только он единственный. Это не реклама его, но с большим уважением. Это не реклама, это просто уважение и дань специалисту, которому доверяла. И поскольку я с ним тоже точно так же работала. Нет, ребята, я очень скромная, аккуратная женщина. Прибавка была очень правильная. Аркадий Виленович сказал, ребенок должен весить 3 килограмма, 3 килограмма воды плюс плацента, накидываем 6-7 килограмм. Соответственно, с учетом ребятишек, это было не так критично. Мой живот выглядело в 30 недель, как у некоторых женщин в 40. Да, в 40. Она была миниатюрная, серьезно. Я аккуратненькая женщина. Сколько ты килограмм набрала, Алена, с беременцей? 14-15. Всего? Да. Это с четверней? 14-15. Ребята, учтите, пожалуйста, ситуацию, что родились ребятишки достаточно рано, на 31 неделе, без одного денечка по нашим подсчетам. Установка была выполнена мною, данная при постановке на учет максимально. То есть Татьяна Викторовна Апсинникова нам дала установку. Алена, наша задача доходить до 30 недель минимум, и чтобы ребятишки весили не менее килограмма. Да. Что было мною чудесно выполнено. Да. У Алены начались преждевременные излития колоплодных вод, по-моему, да, Лена? Ну, мой Дима поторопился. Тут очень история такая, я на 3 минуты к ней потом вернусь. Я сейчас расскажу, поскольку они родились, а потом историю уже самих как бы. Ребятишки родились в интервале от кило 1160 до 1270. То есть ребятишки были все без каких-либо больших отставаний друг от друга. Сроки тоже там разбегались по УЗИ немножечко, прям буквально. Вот. И поэтому сверхзадачу, поставленную докторами, была выполнена мною честно, от начала до конца. Вот. Поэтому так вот. И хочу сказать такую очень интересную новость. Страшно. Страшно. Страшно было. А ты отвечай, нет, может, по-моему, вопросу сохранится. Алена, страшно было? Страшно, говорю. Страшно. Вот. И Вадим Вячеславович Попов, мой супруг, на тот момент он был главным сосудистым хирургом города Новосибирска. Очень переживал за нас. За ведущим городским сосудистым центром, заведовал он отделением сосудистой хирургии на тот момент. И он был приглашен в роддом, в роддом после кесарево сечения Алены. Вот. И он первый увидел этих крошек в реанимации. Я их не видела еще, а доктор видел. Да. Он был первый, кто их увидел. Он зашел в реанимацию. И я помню, когда он пришел домой, и он мне рассказывает честное слово. Я не слышу, рассказываю. Я серьезно говорю. Я потом даже обязательно попрошу Вадима Вячеславовича, чтобы он рассказал, что он помнит. И я просто помню. Он говорит, видел сегодня, говорит, твою четверню. Успешенный. Да, лежат, говорит, в квизе, как говорят, такие классные. Я прям помню, когда он пришел, и он мне говорит, для меня это было вообще. Я говорю, и что? Говорю, что? То есть вот даже мама не видела, а первый их увидел. То есть все-таки Вадим Вячеславович. Да. Теперь история кратенькая экстренных родов. Родились мы в первом городском роддоме. Какого числа, давай скажем, Алёна? Значит, с учетом того, что инсиминация у нас была 29 декабря 2011 года, ребятишки родились у нас ночью 17 июля 2012 года. Нам будет скоро 9 лет. 17 июля? Нет, я каждый июль, каждое 17 число июля всегда вспоминаю, сколько моей четверни. Да, вот. Плановое УЗИ было назначено, плановое экстренное, прошу прощения, плановое экстренное, значит, ой, плановое кесарево сечение было назначено на 17 июля, на утро. Я лежала в тот момент уже неделю в ПИТе, в палате интенсивной терапии, поскольку начались массированные отеки ног, нижних конечностей. Ну, понятно, что все знают. Врачи первого роддома очень переживали эту ситуацию, но готовились, очень готовились. Все там безмерное количество медсестер, врачей, постоянный контроль, капризы беременной женщины, да еще такой беременной женщины. Да, она непростой. Да, непростой, с историей и звезда. Это была первая четверня за последние 10 или 12 лет в Новосибирске. Нет, 7-16 было. А? 7-16 было. 16? Да, мальчишкам 16. За последние 16 лет, то есть, которая родилась в Новосибирске в 12-м году. То есть, до этого, еще раз говорю, вернее, на 12-й год минус 16, вы были вторые. Мы вторые. То есть, это родились, а не получается тогда минус, что там, Алена, 1990-какой-то там год. В общем, за последние 16 лет в городе Новосибирске четверни не были. Да, мы сейчас скажем, мы сейчас, скажем, полностью озвучим. Сейчас, секундочку, да. И вы представляете, то есть, ну, естественно, очень приятно было читать, когда вот в газетах, в журналах, по телевидению. Ну, сейчас Алена расскажет, да, Алена, там это, у нас время так, чтобы в другую эфир не вылетел. Я сейчас про роды. Значит, лежу в пите, доктора со мной в 6 часов вечера, смена закончилась. Доктора Алена, все, дорогая, значит, давай, да, до завтра. И утречка, мы все благополучно, все сделаем. Я говорю, что доктора, конечно, я исполнительная женщина. Есть. Я говорю, все, лежу, жду. Комсомол сказал, надо, партия, нет, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Комсомол сказал, есть, да. Что-то начинаю подзывать почаще медсестер. И тут мне кажется, что у меня начинается схватка. Что такое схватка для женщины, которая рожает первый раз? Да, я согласна. Это вещь непонятная. Это всегда вот так. Что такое? Что со мной? Да. Вызывает дежурного врача. Доктор меняется в лице, излитие колоплодных, вот, 10 часов вечера. Доктора со смены, только когда ее успели доехать до дома, кто-то не успел еще поужинать. Начинается. Все были в преддверии, видимо. Да, да, все решили отоспаться утром. Запланированную. Четверню принимать же, естественно. Это было серьезно на полном смысле. Это мы сейчас смеемся. Тогда никому не было смешно. Роддом был весь, конечно, то есть на полной готовности. То есть наши коллеги, вернее, акушер-гинекологи, реаниматологи, все были подняты. Все. Анестезиологическая служба, потому что, ну, на самом деле, представляете, да, то есть очень серьезный момент ответственный, четверня, вот, да еще и такого не было. Конечно, были специалисты. Соберясь, сохраните маму и ребятишек. Здесь постановка была очень важная. Вот. И 10 вечера, понятно, что начинается излитие колоплодных вод, и надо ситуацию решать быстро, дабы не потерять никого. Вызываются врачи, и, боже мой, в районе 11 мы едем в операционную. Далее счастливо. Алена вздыхает, что, боже ж ты мой, не 16 число, что ж такое понедельник, да как шиштак, что ж они родятся-то в понедельник. И благополучно меня усыпляют, производится все под общим наркозом, полная, полная операционная людей, половину я не знаю, кто. А, естественно. Да, все. Просыпаюсь я уже утром. Просыпаюсь я утром, и, как это, живота одни? Да. Как-то так грустно. Никто не кинается, да? Как-то грустно, пусто сразу, что ж такое. Что такое? Да, судорожно спрашиваю докторов, где, что и как. Да, то есть мне сообщили, что все благополучно с ребятишками. Ребятишки в реанимации, что они принимают необходимые лекарства, что их там все контролируют, дыхание, все. Каждый день приходят из реанимации, рассказывают, что с ребятишками спуститься можно, ну, спуститься разрешить там через 2-3 дня, потому что, чтобы я в себя пришла. Вот, и, а далее, слава, доращивание, да, то есть это ситуация такая, требующая большого контроля, внимания, и далее уже 2 месяца доращивания, и домой я попала только в сентябре, ребята. То есть вот как залегли мы в конце, в июне, и вот я домой попала только в сентябре. Вот так вот Алена прожила, да, 17 июля 2012 года, вот такой вот звездой. Да. Вот. Поэтому вот такие вот бывают, конечно, моменты, да, когда вот, представляете, она взяла, сказала, как было, какое было чувство, когда впервые увидела, сейчас она нам расскажет. Ну, и унотологи молодцы, да, согласна. Вся бригада, естественно, сработала, да, вся бригада, анестезиологическая, реанимационная, акушерско-гинекологическая, вот. Какой пол? А мы вам сейчас вот как раз этот пол и расскажем. Но теперь встречайте, это то, что я вам обещала, то, что я вам обещала. И вот они, они, мои сладенькие. Ну, и ждем овации, проходите, мои солнышки. И вот они, они, вот они, они, проходите, мои лапочки. Впервые, смотрите, становитесь вот так вот сюда, вот так вот сюда. Итак, две девочки, вот поближе, Аленушка, чуть подальше, а то не входят, ребятишечки. Да. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ага, Аленушка, да, вот сюда. Итак, ну что, передаем всем привет. Вот они, они, красавцы, помашиты, да. Две девочки, два мальчика. Как вас зовут, мои дорогие? Антон. Антон. Дима. Дима. Эмилия. Эмилия. Марта. Марта. Вот она, Мартушка, она, по-моему, была самая маленькая, была у нас, да? Да. Марточка моя, вот она, она такая красоточка, она была самая такая у нас, хрупенькая. Ну и вот эта мама наша, Аленушка. Так что, вот такие вот бывают чудеса, вот они, они, вот такие вот уже большие, им будет, еще раз говорю, девять лет. Ребят, в каком классе вы учитесь? Во втором Д. Во втором Д даже, понятно, да? Да. Ну как вам учеба? Нормально. Нормально? Как вы с друг другом общаетесь, как вы любите друг друга вообще? Впервые в эфире показываем, да, то есть, естественно, историю, которая не только мама была в кадре, но и результат работы нашей. Как вы учитесь? Марточка. Хорошо. У тебя есть подружки? Да. Да, есть подружечки. Эмиля, у тебя? Да. Ага, что ты любишь делать, Эмилечка? Рисовать. Рисовать, да, молодчинка моя. Так, и еще что любишь? Играть с собакой. Ой, молодец. Так. Что? Может быть, стеснитесь. Ну, ничего страшного, не стесняйтесь. Вам сейчас вся страна, весь мир передает привет. Ну, я люблю математику. Ох, какой молодец. Я русский. Русский. Отлично, отлично. Молодцы. Ну что, помашите всем нам, помашите всем нам. Вы потом только не убегайте, ладно? Пожелайте удачи. Да. Ну, пожелайте. Что вы хотите пожелать вообще всем будущим мамам, папам и будущим ребятишкам? Ребятишкам. Любви и здоровья. Ой, молодец. Марточка, что ты хочешь пожелать? Супер, Дима. Сейчас Марта подумает еще, Милечка, что ты пожелаешь? Достижение мечт. Да? Чтобы они сбывались. Чтобы они сбывались. Ну, стесняются. Бегите, мои зайчики. Да. Мы закончим и к вам выйдем. Обязательно. Спасибо, мои дорогие. Спасибо, спасибо. Ну, вы только не убегайте никуда, хорошо? Нет, они там ждут. Ну, вот так вот, вот так вот, вот так вот подходит наш прямой эфир к концу, к завершению. Мочки. Эфир, да, я тоже считаю, что нужно эфиры делать и не всегда такими, но менять их. Вот, решила чуть-чуть поменять. Естественно, каждая история нашей героини, нашей участницы эфира, она всегда, естественно, потрясающая. Вот, ну, здесь история у нас, по-моему, сногсшибательная, чересчур потрясающая, да? Вот, и хочу сказать Алене, что она большая молодец. Ну, это совместный успех, Жанна Юрьевна. Я всегда говорю, это совместный успех. Вот если бы, допустим, судьба позволила тебе вернуться назад. Ничего менять не стала. Вот не стала бы менять, все равно бы оставила четверых. Да. И у Алены после этого, представляете, после стольких лет бесплодия, через сколько, Ален? Пятый? Да. Пятый, для тех, кто не в курсе. Да. У четверни есть младший братик. У четверни есть еще младший братик. Младший братик, да. Пятый, пятый. И у Алены их пять. Да. Вы представляете? Младший братик, младший, он на два года и четыре месяца. То есть здесь уже олимпийское счастье, крымская весна, эффект. То есть это вот как бы, наверное, все-таки заряженность вот эта эмоциональная, когда появляется ребенок один, да, а хочется еще, да. Да, да, да. Они так быстро растут, удивительно быстро растут, да. И вот это вот повторите ощущение, кроме того, как... Добили. Мы старались. Пять, пять. Мы старались. Вы представляете? Я не рада. Вот. А сравнить, ребята, сравнить с одним, это совсем по-другому. Это совсем по-другому, это совсем другие эмоции, это совсем другие впечатления, это другой срок по вынашиванию, естественно, более длительный. То есть Алена поняла, что такое, да? Да. Что такое один. Я рада, что это мы сравнили. Да. Я рада. То есть она испытала счастье сразу и выносить четверню, и одного, представляете? Я могу рассказать и тот, и тот вариант. Нам бы время только позволило, мы, конечно, можем потом, если что, Алену пригласить, если будет интересно, она расскажет вообще, как после родов у них была, сложилась жизнь, да, то есть кто ей помогал, как было их семье, что было в их семье, вот. Ребята, мы все женщины, и всем хочется человеческое счастье быть матерью. Я мужей понимаю, принимайте эстафету, принимайте эстафету. Всегда говорю, двигайтесь к мечте, не можете двигаться, ползите, не можете ползти, ляжьте. Ляжьте. Но ползите. В сторону мечты, да, хотя бы лечь в сторону мечты. И никогда не сдаваться, правда ли? Нет. Нет. Я вам это всегда говорю, никогда не сдавайтесь. Пошел, поплакал. Тяжело, поплакал, да. Пожалел. Но здесь должна быть работа двоих. И это счастье дадут твоим. И папе, и маме. Потому что сейчас мой супруг совершенно смотрит на этот вопрос по-другому, чем он смотрел на это 10 лет назад. Совсем по-другому. Иногда он задал мне вопрос, зачем? Сейчас такого вопроса нет, и сожалений нет ни о чем ни на секунду. Да, тяжело бывает, как в любом, у любой семьи. Но ни о чем не жалеется. И счастье оно есть счастье. Так вот, мои дорогие. Есть и в русских селениях. Пригласим еще Алену. Расскажите, кто после рождения помогал. Я вам ощущаю. Да. Мы обязательно этот эфир создадим. Ален, ты не против будешь, да? То есть мы, конечно, обязательно... Время выбрать. Возможно, в летний период, когда человек попроще, со временем будет. Мы это обязательно возьмем на вооружение. Вернее, я, да. Потому что я помню, когда мне попросили создать эфир с четверней, когда я обманулась. И я, честно, могу сказать, я очень рада, я очень рада, искренне рада за Алену, за ее семью, за деток. Вот. Ну и, естественно, переполняет восторг, переполняют эмоции, счастье. Потому что, ну, на самом деле, да, неизвестно, что бы было дальше, если бы все-таки она приняла то решение. Вот. Чаще в эфир просим Алену. Да, видите, какой у нас позитив. Поэтому, естественно, перед вами, перед вами, я прошу сейчас, чтобы вы все аплодисменты, поцелуи, там, я не знаю, шарики. Можно засыпать. Да, можно засыпать маму-героиню. Жану Юрию, ну как генератора и фею. Нет, фея без феи. Маму-героиню. Таких матерей вообще в стране, а уж в мире, единицы по пальцам пересчитать. Многодетная мама. Не следи. И вы представляете, она, она, она этим гордится. И вы посмотрите, как она говорит, что она все равно бы, вернувшись, перекрутив пленку жизни назад, да, она бы поступила и пошла ровно таким путем, да. Братик у нас. У нас еще один мальчик. Мальчик. Пятый мальчик. Как его зовут? Александр. Вот видите, просто супер. Просто супер. Ну что, мои дорогие, мы будем прощаться, а то я боюсь просто не успеем сохранить прямой эфир, а он очень классный, мне кажется, потрясающий, да. Пишите все свои комментарии, пожелания, поздравления, понравилось вам или нет. Вот, поэтому поддержим нашу рубрику. Малахов. Малахов не приглашал? Нет. Отбиваюсь иногда. Отбиваются. Вот. Поэтому. Верим в мечту и движемся к ней. Да. Жанна Юрьевна есть, бережем, стремимся к встрече с ней и верим в чудо. Спасибо. Итак, нам скоро 9 лет. Да. Ну все, целую, люблю вас, мои дорогие. И как всегда вам говорю, всегда ваша ПЖЮ. Ай, сладенькие мои. А скоро я вам готовлю еще такой эфир, вы просто обалдеете. Я обязательно о нем и велю. Такого еще не было нигде, ни у кого вообще. Честно. Это очень большой секрет. Но очень вот такая будет тема. И эфир будет просто бомбический. Всех целую, мои солнышки. Спасибо за то, что были с нами до конца эфира. Скажу огромное спасибо Алене, что она нашла время. Нашли время ребятишки. И все мы здесь с вами познакомились, встретились. Все. Целую, люблю. До новых встреч. Целую. Всегда ваша ПЖЮ. Целую, мои сладенькие. Эфир сохраню. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...